Свыше приходит сила. С этим я ничего не могу поделать. Сила приходит, есть определенная власть с ее стороны. Я хочу принять эту силу правильно, чтобы мне было хорошо от этого. Ты хочешь относительно этой силы, чтобы и тебе было хорошо, ты должен объединиться в равенстве со всеми. И тогда вы войдете в баланс, в гармонию, в объятия, во все самое доброе, что может быть между вами и этой силой. Если ты не пожелаешь измениться, тогда придется тебе все-таки измениться только за счет той же силы, которая уже будет действовать не сбалансированно, а антисила, которой ты пока обратен. И насколько эта сила будет приближаться, она вот так вот садится на тебя, приземляется. Знаешь, как есть такие фильмы, когда какой-то кусок большой летит на Землю. Знаешь, как луна. Не метеор, а покрупнее. Вот такая вот страшная сила, страшная. Она сейчас приближается к нам все больше и больше и больше и создает все большее затемнение. А пока клеи начинают меняться, общество начинает меняться, становится все больше сумасшедших, душевно больных, больных раком и другими прочими болезнями. Это он приближается, это сила приближается. Ты должен смотреть на это, как, знаете, Армагеддон, вот этот вот фильм. Вот представь себе, что такая сила приземляется, это Творец. И поэтому со дня на день ты будешь чувствовать себя хуже. Конечно же, в этом мире ты делаешь какие-то действия, несмотря на то, что Творец приближается, ты совершаешь какие-то действия, которые, кажется, тебе помогут избежать этого. Может быть, я какой-то зонтик придумаю, может быть, я куда-то увильну. Это специально тебе позволяет сделать на своем пути для того, чтобы познать всю горечь и отсутствие сил и просто беспомощность. Раскрывается наука Каббала и объясняет тебе всю действительность. Она не говорит тебе ни о чем другом. А теперь решай ты сам. Решай. Мы, как обладатели системы, методики, не способны в той мере, в которой мы являемся обладателями методики, не способны, не можем просто оставаться на месте и ничего не делать. Мы обязаны стать светом для всех народов мира, как сказано. Поэтому и индивидуум, и народ, и вся страна, и все израильское общество обязаны принять распространение науки Каббала внутри себя и наружу по всему миру, как самое основное, когда кроме этого у них нет ничего. Это, как сказать, это основа нашего существования. Для этого мы существуем. Без этого мы бы вообще не существовали. Мы вернулись на землю Израиля только для того, чтобы и для себя раскрыть науку Каббала, и раскрыть ее всему миру.